Доброе, наидобрейшее утро, родная республика! Это программа «Утро Хакассии». Просыпаемся в бодром расположении духа и хорошем настроении. Вместе с вами и мы, Кирилл Ермаков и Ольга Баргаякова. Сегодня расскажем, зачем в Хакассию приехал знаменитый телеведущий гурман Джон Уоррен. Когда мы приехали в прошлый раз, погода была не очень. Первый блин ком, то есть второй раз, очень все круто получается. Поведаем все неизвестные стороны баклажана в рубрике «Пять фактов». Правильно называть баклажан не овощем, а ягодой. Во всей красе покажем «Созвездие талантов», которые собрались на Международном этническом фестивале Атыры-2018. Ближайшие полчаса будут по-настоящему веселыми, потому что самая бодрая и позитивная программа начинается. На календаре сегодня четверг, 14 июня. И что это значит, Оля? И что это значит? А то, что считанные часы остались до официального старта долгожданного многими чемпионата мира по футболу 2018. Матчи Мундиаля будут проводиться в 11 городах страны, на 12 стадионах Москвы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Сочи, Самары, Казани, Санкт-Петербурга и других городов. Открытие будет проходить в столичных Лужниках, а сразу после церемонии начнется первая игра, в которой на правах хозяйки выступает наша сборная. Трансляция матча начнется сегодня в 22.00 по местному времени. Соперником России будет сборная Саудовской Аравии. Вот смотрю, ты прям досконально подготовился к чемпионату. Вот скажи, а что ты знаешь о баклажанах? Ну, например, то, что это овощи баклажанового цвета. Вот смотри «Пять фактов» и запоминай. За право оказаться на нашем столе баклажану пришлось выдержать не одну биту, его считали ядовитым. Древние греки были убеждены, баклажан лишает рассудка, а арабские врачи приписывали ему способность вызывать депрессию, болезни печени, рта и даже появление веснушек. Сейчас для любителей здорового образа жизни баклажан является идеальной пищей. Он содержит клетчатку, витамины, а также макро- и микроэлементы. Родина баклажана – Индия. Баклажаны входят в национальные кухни по всему миру – от Китая до Америки. Правильно называть баклажан не овощем, а ягодой. В зависимости от сорта размер плода колеблется от 3 до 35 сантиметров. Чем меньше плод, тем он менее горький. Регулярное включение в рацион блюд из баклажан поможет защитить мозг от свободных радикалов. В баклажане имеется неонин – сильный антиоксидант, защищающий головной мозг. Баклажан показан для предупреждения онкологических заболеваний. Кстати, характерный горьковатый привкус баклажан обязан никотину в семенах. Однако не стоит волноваться. Чтобы получить столько никотина, сколько содержится в одной сигарете, надо съесть 9 килограмм овоща. Чтобы выбрать вкусный здоровый баклажан, ориентируйтесь на его кожицу. Она должна быть блестящей, тугой, без повреждений. Выбирайте плоды с зеленым стеблем. При правильном хранении баклажан долго остается свежим и полезным. Его нельзя держать в полиэтиленовом культе. Для хорошей сохранности ему требуется воздух, поэтому лучше заворачивайте его в бумагу. Для бительного хранения плоды укладывают в эмалированную посуду и держат в холодильнике, не накрывая крышкой. Баклажаны богаты пектином и клетчаткой. Это главный фактор для похудения. Эти вещества практически не перевариваются. Но, несмотря на это, прекрасно выводят излишки холестерина. Марганец и цинк помогают после инсульта. Их можно есть при сахарном диабете. Благодаря железу овощ помогает бороться с пониженным гемоглобином. Баклажаны – настоящая кладезь микроэлементов. Кроме того, в них есть витамины группы В, С, Д и ПП. Существует очень много способов приготовления блюд из баклажанов. Их жарят, варят, тушат, готовят соленые и маринованные закуски икру. В сыром виде их не используют в пищу. Из плодов можно приготовить как простой легкий салат, так и сложное блюдо. Во многих рецептах указано, что перед приготовлением баклажаны нужно замочить солью, чтобы убрать горечь. При обжарке они впитывают много масла. Чтобы уменьшить его расход, можно перед готовкой отварить в кипятке кусочки плодов. Ну, вернемся ненадолго к теме чемпионата мира по футболу. В преддверии этого грандиозного события Роскачество по поручению правительства России проверило светлое фильтрованное пиво. Для исследования международные эксперты отобрали 40 образцов. Их стоимость варьировалась от 67 на 260 рублей за литр. При этом в лаборатории не обнаружили синтетических примесей, спирта, красителей и усилителей вкуса. И вопреки расхожему мнению, что пиво делают из порошка, ни один из российских производителей этим не грешит. По мнению специалистов Роскачества, экономически это просто невыгодно. Несмотря на такую, казалось бы, позитивную картину, высший показатель 5,5 баллов не получила ни одна пивная марка. Вот так-то. Поэтому в Россию не едут ценители пенного напитка. Зато к нам в Хакасию зачастили кулинарные гурманы. В Солнечную Республику вновь заглянул главный путешественник страны. Автор и ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен исколесил практически всю нашу необъятную родину. И везде его угощали местной кухней. Почему британец решил вернуться в наши края, расскажет нам Наталья Чудина. Программа «Поедем, поедим» уже стала своеобразным гастрономическим гидом по России. Она интересна и тем, кто любит путешествовать, и тем, кто любит вкусно поесть. Джон Уоррен. Ее бессменный ведущий британского происхождения сам давно увлекается кулинарией, собирает рецепты со всего света и даже создает свои. По его мнению, чтобы понять страну, нужно понять ее кухню. Британец таким образом открывает Россию для россиян. Я считаю, это моя миссия. Что показать Россию россиянам, я считаю, это очень важно, потому что Россия очень большая страна. И по цене двухнедельной путевки в Турцию, ты не долетишь до Владивостока из Москвы. Поэтому это важно с той стороны. И когда мы приезжаем куда-то, мне кажется, что люди тоже собираются, собирают мыслями и начинают думать, что мы должны показать, что у нас есть, что Джону будет интересно, что Джон будет показывать дальше. В Хакасии съемочная группа популярного телепроекта уже во второй раз. Три года назад Джон побывал в наших пещерах, ловил рыбу в форелевом хозяйстве, освоил лыжи-роллеры, слушал местные предания, ну и, конечно, вкусно поел. Угощение из Толгана стало для него настоящей экзотикой. И тем не менее, прошлый выпуск программы о Хакасии, снимавшийся по осени, по словам его создателей, не стал идеальным. Поэтому и решено было вернуться. Солнечная Хакасия, когда она не солнечная, ну... И когда мы приехали в прошлый раз, это было немножко... Это было в сентябре, по-моему, в 15-м году. И немножко... Ну, погода была не очень. То есть это, мне кажется, что какой-то первый блинком. То есть второй раз очень все круто получается. Съемочный процесс в самом разгаре. Нужно и летние красоты Хакасии запечатлеть, и народные забавы, и, конечно, приготовление блюд местной кухни. График работы расписан буквально по минутам. К тому же программа снимается не в одном месте, а охватывает всю республику. Самой даленой точкой от Абакана будет 500 километров. Мы туда, собственно, едем сейчас, и оттуда вернемся в Абакан. Поэтому у нас все очень... очень так. Программа о Хакасии выйдет в эфир уже в новом телесезоне. Что на этот раз расскажет о нас всей стране Джон Уоррен. Узнаем не раньше осени. В эти дни Хакасия как магнитом притягивает иностранцев. Соцветием талантов не только из России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья поразил зрителей конкурс от Иры. Международный этнический фестиваль прошел в республике уже в пятый раз. Такой небольшой юбилейчик. И, кстати, его главным и бессменным информационным партнером является наша телекомпания РТС. За творческими поединками на сцене драмтеатра имени Лермонтова вместе со зрителями следили наши корреспонденты. Давайте и мы посмотрим. На сцене Республиканского драматического театра имени Лермонтова десятки артистов. Это профессиональные и самодеятельные исполнители этнической эстрады из многих регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Белоруссия, Молдавия, Таджикистан, Китай. Каждый из исполнителей за короткое время успевал погрузить зрителей в атмосферу культуры и быта своего народа. Марсиана Дарманбек Кызы приехала из Кыргызстана. С собой привезла полюбившуюся на родине авторскую песню. На такой массовый публик для меня это вообще классно. Я действительно восхищена остальными талантами всех участников и действительно уверена, что все они достойны победы. Гусейн Иманов – солист из Азербайджана. В таком конкурсе участвует впервые. Говорит, для любого артиста важен обмен опытом. Если даже не займу призовое место, все равно это для меня очень большой, колоссальный опыт. Познакомиться с такими талантливыми ребятами, с членами жюри, с Германом Табаевым. Большое счастье, за что я очень благодарю Министерству культуры, Хакасии и своим наставникам. Все очень нравится. Почему? Потому что, во-первых, объединяет народы. Это раз. Во-вторых, вы посмотрите, какие богатые голоса. Это же достояние народа. Мне нравится, что организаторы все-таки вывели вот на такой уровень, что не только между собой. Праздник национальной музыки продлился весь вечер. В итоге гран-при фестиваля конкурса получил участник из Казахстана. В номинации «Шелковый путь. Победу» одержал Александр Кобежиков из Хакасии. Приз зрительских симпатий также получила наша землячка Наталья Албычакова. Всем призерам вручены денежные сертификаты и памятные подарки. В этот четверг в Хакасии солнечно и по-настоящему жарко. Осадков не ожидается, ветер слабый. Температура воздуха днем в среднем от плюс 28 до 31. Ночные показатели колеблятся от 22 до 26 тепла. В Черногорске и Устябакане днем воздух прогреется до плюс 29 градусов. В Сорске всего на градус ниже. В Саиногорске, Бее и Белом Яре температура воздуха плюс 30 в дневное время и слабенький такой ветер. В Аскезе днем 31 градус выше нуля. В Баграде и Шира они намного прохладнее. Плюс 27-28 безветренно. 30-ти градусная жара ожидается днем в Абазе и Таштыпе. Здесь преимущественно без осадков, но во второй половине дня возможен дождь. В Копьево плюс 28 на градусниках. Дождя не будет. В Абакане сегодня яркое солнце. Столбики термометров достигнут отметки в 29 градусов выше нуля. Днем ночью температура опустится всего на 3 градуса. Почти полный штиль. А теперь предлагаю узнать о главных событиях страны и республики. Прямо сейчас обзор новостей. 25 июня на стадионе Саяны состоится концерт в честь республиканского выпускного. Участие в котором примет звезда российского шоу-бизнеса МОД. Пригласительный на концерт получит 6 тысяч активистов Хакасии. Поощрить молодежь таким подарком предложил глава региона Виктор Зимин. В троллейбусах Абакана вводят безналичную оплату за проезд. Пока такая услуга предоставлена только в троллейбусе с бортовым номером 23, в котором кондуктор имеет при себе переносной терминал для проведения безналичных платежей при помощи пластиковых карт. Если услуга будет востребована пассажирами, на такой способ оплаты переведут все абаканские троллейбусы. Связаться с главой Хакасии можно, не выходя из дома. Виктор Зимин завел личные страницы во всех популярных социальных сетях. Со своими подписчиками он делится новостями о жизни региона, фотографиями и видеороликами с различных мероприятий, личными снимками в режиме онлайн решает проблемные вопросы. Все аккаунты руководителя республики открыты для комментирования. Адреса интернет-страниц указаны на экране. Найти их можно и на официальном сайте правительства республики, а также на нашем сайте tvrps.ru Самыми популярными именами, которыми родители окрестили своих детей в мае, стали Алиса, Дарья, Василиса, Ева, Мария и София у девочек. У мальчиков это Александр, Арсений, Артем, Егор, Максим и Семен. А в категории редких имен оказались Агата, Анфиса, Кира, Майя, Елисей, Игнат, Иерусалим, Исон, Начин, Радослав. Доброго утра всем, кто только просыпается и приятного аппетита всем, кто уже завтракает. Знаете ли вы, почему район Согра в столице республики становится все престижнее и популярнее, вот мы не знаем. Поэтому сегодня пригласили к нам в студию старосту жилого района Согра, активистку и общественносту Татьяну Макарову. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна Владимировна, раскройте нам секрет. Ведь не так давно Согра считалась отнюдь непопулярным районом. Как же удалось поднять престиж? Ну, вы правы. Когда-то, закончив институт, я тоже переехала жить на Согру, потому что только там было место работы в седьмой школе учителем географии. Конечно, ну, по сравнению с улицей Чертыгашево, где проживала я, Нижняя Согра у меня как-то вот сразу восторга не вызывала. Но вот постепенно, с годами, и особенно в последние годы, благодаря самой главной инициативе граждан, которую поддерживает очень хорошо администрация городская, ну, Согра стала реально преображаться. Во-первых, за счет чего? Вместо всех свалок, зарослей, где собиралась масса наркоманов, не только наших, кстати, а и городских, которые приезжали, потому что я помню первые годы своей работы, как непостановление, пойманное там с наркотическими вещами, где и указывает улицу. Уже давно там новостройки, уже там новые дома, уже свалки убраны, они все по старой привычке. Но сейчас уже таких вещей практически проходит очень редко, может быть, раз в год. То есть, это, во-первых, многоэтажная застройка. Это раз. Появление нового жилого массива новая Согра. В центре района появление девятиподъездной пятиэтажки. Соответственно, это появление прирост или прилив молодого населения. Плюс к этому ко всему, буквально в августе сдается большой, по сравнению с другими районами, культурно-досуговый центр, в котором будет очень большое количество площадок для занятий жителей, и не только жителей нашего жилого района, но и горожан, которых нет вообще в других учреждениях. Задумок много, потому что очень много жителей в моем жилом районе, я считаю, живут тех, у которых, ну, инициатива шагает впереди их. Как раз-таки об акциях. Я знаю, что совсем недавно вы провели первый, наверное, за всю историю города такой вот праздник с необычным названием «День соседей». Расскажите, что там было, для чего вы проводили? Ну, это, как говорится, не первый. Это второй год проводится по инициативе партии «Единая Россия» и «Общественная палата» этот праздник. Но если в том году мы сажали деревья с жителями, то в этом году мы решили немножко изменить его формат. Никому не секрет, что ежегодно у нас в городе Абакани идет интенсивный прирост населения за счет не только внутренней миграции в республике Хакасии, но и за счет внешней миграции. Это жители ближнего зарубежья, в основном это азиатские страны. И количество этих граждан все прибывает, прибывает и прибывает. У нас формируется такой мини-советский союз. И у нас появилось желание просто-напросто начать жить вместе, начать вместе отмечать праздники, начать вместе изучать культуру их народов, дать проявить себя. То есть первое мероприятие, которое с помощью руководителей диаспор вот этих народов помогли нам собрать. Мы в школу тоже оказала помощь через родителей, но люди пришли. Мы пригласили представителей власти всех структур, то есть и Минздрав, и соцподдержка, и уполномоченный по правам ребенка, и миграционная служба. Все рассказали людям о том, что вы такие же граждане России. И самое главное, донесли для людей информацию, чем вы, какими льготами вы, ваши дети, могут пользоваться. Потому что впереди еще одна была цель. Впереди лето, детский отдых. Семьи приезжают, в основном многодетные. Они просто даже не в курсе, что можно получить льготы, да, и поехать льготно и отдохнуть ребятишкам. Это раз. И, конечно, вот сейчас мы готовимся к очень другому плану, масштабному празднику, который пройдет в день семьи, любви и верности, когда мы представим возможность этим народам показать свою культуру, но не касаясь религии. То есть процесс объединения мы будем продолжать дальше. Я думаю, что вот одна из целей объединить жителей. Ну, вернемся к вопросу благоустройства района СОГРА. На мартовских выборах, на выборах президента мы все могли проголосовать за какой-то из проектов городской среды. Вот СОГРА также участвовала. И что-нибудь уже по этой программе в данный момент реализовывается? Ну, сейчас достраивается культурно-досуговый центр. И после того, как он будет сдан в эксплуатацию, будет построен очень огромный и красивый сквер, который объединит сквер Заречи, который существует сейчас, и большую площадь, которая являлась раньше территорией школы номер 7. Так как она не востребована, она сейчас передана в ведомство или в собственность муниципалитета. И что касается городской среды, я хочу сказать, ну, из 9 проектов, 3 проекта департамент предоставил. Это были заявки и инициатива жителей нашего района. Один будет на верхней СОГРА и два сквера на нижней СОГРА. Спасибо большое, Татьяна Владимировна, что заглянули к нам этим утром. Желаем вам удачи и всего доброго. Спасибо вам. Всем доброго утра и удачного дня. Утро Хакайсии в разгаре и его не остановить. Как и не остановить бесконечный поток смешных видеороликов в сети. На одном из таких довольно милая драка двух сурков. Случай на прежней части сняли на видео очевидцы. Вы только посмотрите, грузины подошли вплотную друг к другу и начали толкаться. В комментариях очевидцы пишут, что один из самцов ухаживал за самкой. И все было прекрасно ровно до того, как у него появился соперник. А, ну, все теперь понятно и вполне логично. Любой настоящий самец поступил бы точно так же. Ох уж эти гормоны. Вот и ты, Кирилл, отправился в город. Ну, не за самкой, конечно, но в подобной ситуации мог вполне оказаться. Не мудрено. Вы бы знали, с какими вопросами я приставал горожанам. Как узнать, когда испортился сыр с плесенью? Понюхать. Попробовать. Никак. С плесенью не портится. Никогда? Ну, возможно, в каком-то времени он все равно испортится. Ну, как вот узнать? Попробовать на вкус. И что должно быть? Невкусный. Значит, испортился. Ну, он же с плесенью. Значит, он уже испортился. А он изначально с плесенью был. Ну, значит, его можно есть, если бы вы таким его изначально купили. Так вот, как узнать, что он уже испортился и его не стоит есть? Посмотреть срок годности. Правда ли, что когда индианки засыпают, у них на лбу точка гаснет? Не слышала. Вообще интересно. Я не знаю, наверное. Ты индийские фильмы смотрела? Я, ну, иногда. Точку на лбу видела? Да. Гаснет, нет? Нет. Нет. Да? Да. Тут от того, как вы ответите, ничего не зависит. Ну, в смысле, тут нет правильного, неправильного. Ваши мысли. Не гаснет? Не гаснет? Нет. Я думаю, что нет. Потому что она же у нее нарисованная. Ну, она просто закрывается. Ну, как глаз, который у нас закрывается. И она тоже закрывается. Почему огонь из зажигалки пахнет, как сгоревшие волосы в носу? Не знаю. Не пробовала? Нет. А вы знаете, как пахнет сгоревшие волосы в носу? Так же, как огонь из зажигалки. Ну, я не знаю, не нюхала ни разу. Хакасия богата талантами, прославляющими республику далеко за ее пределами. Одна из них заслуженная артистка России, народная артистка Хакасии Светлана Чаптыкова. В Национальной библиотеке имени Доможакова Светлана проведет презентацию своей книги «Воспоминания. Призвание. Театр». Почитатели творчества актрисы смогут лично задать волнующие их вопросы уже сегодня. Мероприятие запланировано на 15 часов. Есть в республике и те, чье призвание звезды. Точнее, расшифровка их предсказаний. Результаты их трудов мы сможем узнать прямо сейчас. Овны, сегодняшний день обещают быть чрезвычайно удачным в деловом отношении. Смело беритесь за дело, вы сумеете доказать, что вы лучший. Тельцы, вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее. Близнецы, сегодня вы сможете без проблем влиться в любой коллектив и присоединиться к любого рода деятельности. Раки, сегодня для обретения душевного комфорта вам нужно будет что-то вроде скандала. Без этого может показаться просто скучно. Постарайтесь все же не притворять в жизнь свои желания. Львы, в этот день вы будете радушным хозяином гостеприимного дома. И гости, как водится, не заставят себя долго ждать. Девы, сегодня как никогда стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Попробуйте, вдруг получится. Весы, сегодня всевозможные правила, иногда так отравляющие вам жизнь, могут послужить защитой. Не пренебрегайте ими. Скорпионы, возможно возникновение новых связей, некоторые из которых останутся полезными, некоторые станут дружескими. Поэтому покажите себя с лучшей стороны. Стрельцы, постарайтесь выражаться аккуратно. Вы можете легко нарушить то равновесие, которое вам удалось создать. Козероги, вам не придется метаться в поисках чего-то нового. Все кардинальным образом изменит всего один телефонный звонок. Вам остается лишь дождаться его. Водолеи, сегодня не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-то другого. Рыбы, сегодняшний день нужно провести вдвоем. А с кем выбирать вам. Выберите правильным, запомните этот день надолго. Пусть этот четверг радует вас не только отличной погодой, но и улыбками окружающих. Программа «Утро Хакасии» желает вам хорошего дня, ну а нашим футболистам, конечно же, победы. Увидимся завтра в это же время на РТС. Пока-пока. Ты сегодня не пришла Я долго думал, почему Может, что-то упустил Или где-то был неправ Может, ты не поняла Я так хочу тебя набрать Спросить, как твои дела Но мы знаем наперед Кто-то трубку не возьмет Я держу себя в руках И только свет далекий манит От одинокого окна Я под окном Твоим останусь До утра В голове моей туманы Маны Утекла любовь из кармана А мне друзья говорили Забудь ее, забудь Ты ее забудь И теперь на сердце раны, раны Но ты же знаешь, что я упрямый И я буду в тебе Как в тумане Медленно тонуть Мне так пусто на душе И почтовый мой пустой Нет писем никаких Ты, наверное, с другим У вас, наверное, любовь И только свет далекий манит От одинокого окна Я под окном Твоим останусь До утра В голове моей туманы Маны Утекла любовь из кармана А мне друзья говорили Забудь ее, забудь Ты ее забудь И теперь на сердце раны, раны Но ты же знаешь, что я упрямый И я буду в тебе Как в тумане Медленно тонуть В голове моей туманы Маны Утекла любовь из кармана А мне друзья говорили Забудь ее, забудь Ты ее забудь И теперь на сердце раны, раны Но ты же знаешь, что я упрямый И я буду в тебе Как в тумане Медленно тонуть Гибкий декоративный камень Для внутренней и внешней отделки Теперь в Хакасии Работать с этим материалом легко и просто Один квадратный метр весит менее 5 килограммов Простота в монтаже и удобство в эксплуатации Установку гибкого камня можно сравнить с наклеиванием обоев Гарантия долговечности от 35 лет и выше Технология разработана в Германии Заказы по телефону в Абакане 8-913-059-96-11 Электронная почта 19-dfis-sk-mile.ru Сайт style-dfis-stone.com Доставка до 20 квадратных метров бесплатна